Экс-директор центрального рынка скончался в СИЗО. Следователь выясняет обстоятельства происшествия. Как искать дефекты труб, научили специалисты из Ижевска. Кировская теплоснабжающая компания внедряет инновационную технологию поиска протечек по звуку. Молодым семьям в Кирове больше не будут помогать с оплатой ипотеки. Отмена выплат начнет действовать с 1 января следующего года. Вернулись с ТЭФИ. Проект «Вятка Тодэй» стал самой лучшей информационно-развлекательной программой страны. 20 космических лет в Кирове выступила группа «Элизиум». О главных событиях пятницы 27 ноября расскажет информационный канал «Город» в студии Артем Паникаровских. Здравствуйте. Сегодня работники КТК, которые следят за горячей водой и отоплением в Кирове, анонсировали, что со следующего года искать протечки будут гораздо быстрее, а копать асфальт в разы меньше. В ближайшие дни они начнут использовать в работе новую технологию поиска дефектов по звуку. Комплект оборудования уже привезен в Киров. Приехали и их коллеги из Ижевска, чтобы научить работать с техникой. Вот только кировчан это пока нисколько не успокаивает. То и дело. В процесс обучения вмешивались жители дома, которые в данный момент сидят без отопления, и рекомендовали заняться, наконец, делом. Такой вечный конфликт интересов. Город Киров не единственный город, у которого такие проблемы. Мне на другой город, знаете что? А вот это уже неправильно. Потому что я, если про всех думать, да, то ты сам замерзнешь, как таракан где-нибудь. Как таракан и мерзнут, по словам этой женщины, жители целого дома. Начальника отдела диагностики ижевских коммунальных систем, она просит не заставлять подчиненных ходить в наушниках без дела, а устранять дефекты. Любые попытки объяснять, что здесь происходит обучение новым технологиям, заканчиваются новыми аргументами. За что тогда мы платим-то? Мы ведь немало платим за отопление-то, правильно? Мы тоже сидим сложа руки, работаем. Так правильно, работаете, но надо побыстрее, ведь сейчас зима ведь, наверное. С зимой не поспоришь, а вот работать побыстрее в Кирове – это перспектива ближайшего января, обещают специалисты. Работе с новым оборудованием пока, правда, в единственном экземпляре уже начали обучать. Так звучит теплотрасса, а еще, поверьте, можно услышать, как тает снег. Это совершенно новая технология для города Кирова. Вот такая система – акустический датчик, наушники и пульт управления. Здесь главная кнопка, она называется «Услышать дефект». Нужно набраться немного терпения, чтобы понять, что прорвало и, главное, где прорвало. Главное – не перепутать шум теплотрассы с посторонними шумами. Например, вот так в наушниках звучит проходящий мимо дед. Это дедушка слышно? У Константина Князева, еще одного специалиста из Ижевска, ухо уже наметано. Но даже для такого уха некоторые посторонние шумы вообще не дают работать. Например, женские каблуки. Если б не они, журчание воды в трубах или утечку слышно сразу. Языком научным прорыв звучит в диапазоне от 75 до 1500 герц. А языком простым? Если небольшое повреждение, то это свист бывает, то есть струя. Если это большое повреждение, то это уже гудящий гул, потому что выливается очень большое количество воды под давлением. Правда, определить место разрыва можно с погрешностью в 1-2 метра. Но даже это гораздо эффективнее метода, который прозвали почти наугад. В Кирове так работают до сих пор. В Ижевске не шурфировали, то есть не копали наугад уже лет 7. Если мы находили поврежденный участок теплотрассы, посередине производили контрольную раскопку и смотрели, откуда вода поступает. После этого брали оставшуюся часть, делили ее опять пополам. Вторая раскопка и третья уже она обычно заканчивалась успехом и находили место повреждения. Планируется, что должна увеличиться точность определения течи на теплотрассах. Тем самым мы должны сократить количество шурфов ремонтных бригад, которые в дальнейшем устраняют дефект. Судя по количеству коммунальных раскопок, которые снимали за последние две недели наши коллеги из программы «Вятка Тудэй», заявление Андрея Коробейникова порадовало бы жителей чуть не каждого двора. Говорят, на филейке глаз подбить или рану какую получить – плевое дело, особенно за гаражами. Что там говорить? Даже овраг на филейке и тот израненный. Радостные события. Во дворе дома номер 2 по улице Волково здесь появилась инновационная детская площадка. Улица Красина 5, а проблема у нас какая? Незакопанные ямки. А так это закопали, а эту почему не закапываете? Александр пишет, что по улице Маклина 57 уже второй месяц испаряет тепло на улицу ужасная яма. Вот она, та самая яма. Впрочем, во дворе дома на улице Милицейский, где раскопки заканчиваются и начинаются снова, жители отвечают на вопрос, верят ли в бесперебойное коммунальное будущее. Не верю. Будут проблемы. Ну, со временем, может, лет через энное количество меньше было, потому что прогресс так и есть. Ну, что же, основу года нет. Пришлось купить резиновые сапоги, но вот на уровне нашего входа в склад стоять в резиновых сапогах было нельзя, там еще кипяток. Наверное, градусов 80, здесь сразу же пар, ничего не видно. Людмила Федянина только сейчас отошла от ЧП, которое случилось накануне в магазине, в котором работает женская одежда, не пострадала, только потолок, обои, напольная плитка. Кипяток хлынул из подвала, дожидаясь аварийной службы с потоками воды, работники боролись сначала с совками, ничего другого не придумали. Но когда вода поднялась на 10 сантиметров от уровня пола, в ход пошли лопаты. А ведь до этого утечку уже устраняли на улице, прямо напротив входной двери. Утечку, говорит, коммунальщики нашли быстро, а вот ремонтировали долго. Именно поэтому еще один скепсис, пусть и с надеждой все-таки на светлое будущее. Знаете, почему не верится? Потому что у нас рвет то в одном месте, то в другом месте. Вот такое впечатление, что трубы-то надо менять уже большими участками, а не латать маленькими отрезками. Новые технологии, может быть, им помогут быстрее находить место разрыва, а то, что разрывы будут продолжаться, это однозначно. Артем Паникаровских, Сергей Самойленко, информационный канал «Город». По факту смерти бывшего депутата областного ЗАГСобрания, директора Центрального рынка Сергея Лузянина в СИЗО, сегодня следственными органами начата проверка, ею занимается отдел по расследованию особо важных дел. Напомним, 26 ноября Лузянина около 9 часов вечера привезли из лечебно-исправительного учреждения, где он консультировался со специалистом, обратно в первое СИЗО. При выходе из спецавтомобиля мужчина потерял сознание, медики пытались реанимировать Сергея Лузянина в течение часа, но безуспешно предварительной причиной смерти стала атеросклеротическая болезнь сердца. Сегодня специалисты планировали провести вскрытие, и только после будут готовы озвучить официальную версию. Между тем, Сергей Лузянин должен был выйти на свободу уже в середине января 2016 года. Он отбывал наказание за применение насилия в отношении представителя власти. Молодым семьям в Керве больше не будут помогать с оплатой ипотеки. Отмена выплат начнет действовать с 1 января следующего года. Подробнее об этой, а также другие новости далее. Эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». В Минтрансе опровергли сообщения некоторых СМИ о том, что сейчас ведутся переговоры об отмене платы водителям большегрузов. Сейчас система введена и работает. На сегодняшний день в Федеральный дорожный фонд поступило уже 470 миллионов рублей. Кировские дальнобойщики выйдут на митинг протеста к областному правительству уже в эту субботу. За неделю простудными заболеваниями в Кирове заразилось 6800 кировчан. Специалисты Роспотребнадзора фиксируют превышение эпидпорога почти на 10%. Основную массу заболевших составляют дети. Отметим, пока случаи гриппа в Кирове не выявлены. Молодые семьи в Кирове больше не будут получать поддержку на оплату ипотеки. Такое решение накануне приняли депутаты из-за нехватки средств в бюджете. Отмена выплат начнет действовать с 1 января следующего года. В субботу, 28 ноября в Кирове пройдет ярмарка выходного дня. Торговые ряды развернутся в Нововятском районе на улице Парина 7. Кировчан ждут за свежими продуктами с 9 до 13 часов. 29 ноября у Старого моста в Кирове пройдет День моржа. Участникам предстоит преодолеть 2 километра, затем в проруби пройдут конкурсы и оздоровительная гимнастика. Начало мероприятия в 11 часов. Привет, Киров! Это Вадим Самойлов. Я вас всех приглашаю 30 ноября в филармонию, где я спою все самые-самые лучшие хиты группы Агата Кристи. Увидимся! 30 ноября в Киров приедет солист и один из основателей группы Агата Кристи Вадим Самойлов. Поклонников исполнителя ждет ностальгический концерт, в котором они услышат все хиты за время существования коллектива. Все песни будут исполнены в звучании, каким они были услышаны впервые много лет назад. Начало концерта в 19 часов. Впереди вас ждет короткая реклама, она пройдет быстро. Не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Вятка Тудэй, город ТВ. Слушайте, вот я вас очень прошу, посмотрите. Это очень весело, это с хорошим юмором, с классным задором. Вернулись с Тэфи. Проект Вятка Тудэй стал самой лучшей информационно-развлекательной программой страны. Лучшие фильмы мирового кинематографа не дадут оторваться от экрана. Первый городской канал предлагает провести уикенд вместе. Здравствуй и прощай! Больше не увидимся с тобой! 20 космических лет в Кирове выступила группа Элизиум. Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. Главная телевизионная награда статуэтка «Арфия» приехала в наш город. Программа «Авятка Тудэй» стала победителем конкурса ТЭФИ-регион 2015. Ежегодно именитые телеакадемики выбирают лучший телевизионный продукт по нескольким номинациям. Свои программы на суд жюри присылает из всех регионов России. В этом году награду в номинации «Лучшая информационно-развлекательная программа» присудили проекту «Вятка Тудэй». Победоносный выпуск можно посмотреть в официальной группе проектов ВКонтакте. Ну а как встречали обладателей ТЭФИ и сколько весит победа, расскажет Юлия Косолапова. Вот так бурей аплодисментов, восторженными криками встречают победителей. Команда «Вятки Тудэй» привезла долгожданную статуэтку, которая доказывает, что региональное телевидение даст фору федерала. Бронзовый «Арфей» в номинации «Ежедневная информационно-развлекательная программа». Ежедневная информационно-развлекательная программа, а финалисты этого года на экране. Вместе с программой «Вятка Тудэй» в номинации попали программа «Утро онлайн» из города Омск и «Утро вместе» из города Воронеж. Вообще безоговорочно, понимаете, прямо вообще даже без спора. Просто редкая единодушие, потому что в течение всего того заседания слова не могу подобрать. У нас было нереально много споров, здесь не было. «Вятка Тудэй» в город ТВ. Слушайте, вот я вас очень прошу, посмотрите. Это очень весело, это с хорошим юмором, с классным задором. Ну вот правда круто, это очень тяжело делать утреннее ТВ. И судя по всему, ребята тоже в перископе ведут трансляцию, которую завтра утром увидят жители города Кирова и Никита Белых. «Скажем честно, мы самые адекватные, наверное, кто отреагировал искренне. Либо там были актеры, которым давали Орфеев, а они «Ах, ну ладно». Ну то есть люди просто никому не давали Орфеев, просто выходили специально на это люди. Они как-то, они не радовались. Ну то есть только, ну спасибо большое, вы дали там, ну хрен. Да, и еще к этому нельзя быть готовым, абсолютно. Вообще. И мы выбежали и закричали. Заветную статуэтку и диплом журналисты и ведущие программы «Вятка Тудэй» получили из рук коллеги, известной телеведущей Арины Шараповой. Звезд Кировских окружали звезды федеральные. Саму торжественную церемонию вел Андрей Малахов. Кировчане не смогли не сделать памятное фото. Целовались с Малаховым, с Андреем. Не с Геннадием, жаль. Так себе он целуется, скажем честно говоря. Мы ждали, что будет Геннадий Петрович Малахов вести, но был Андрей. Вот, а кто еще? Нина Зверева, Нина Витальевна. Это для тех, кто вращается в кругу телеведения. Станислав Говорухин. Впервые улыбнулся на селфи. Статуэтка «Тэфи Арфи» весит 8 килограммов. Он изготовлен методом штамповки по эскизу художника Эрнста Неизвестного. Для того, чтобы получить заветную статуэтку, программе «Вятка Тудэй» пришлось потрудиться. Четыре года именно столько программы выходит в эфир первого городского. За это время было пристроено больше тысячи кошек и собак. А благодаря рубрике «Наболела» проблемы решились у сотен кировчан. Каждый будний вечер команда «Вятка Тудэй» поднимает настроение всему городу. Как говорит Роман Корнеев, это новости только душевнее. Ты живешь в этом городе уже 5 лет, но об улице Володарск-Коко ты даже не слышал. А вот скажите, есть ли у вас татуировка зубов? Нет. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Чем команда «Вятки Тудэй» решила удивлять? Конечно, юмором и нестандартным подходом к жизни. Стоит отметить, что проект попал в финал в третий раз. За это время изменилось все, начиная с студии. Еще в 2013-м проект теснился в небольшом помещении. А в 2014-м «Вятка Тудэй» переехала в просторную светлую студию. В команде также случилось пополнение. Трио перетрансформировалось в квартет. Где четвертым участником стал Александр Свидлик. Три ведра в минуту. Примерно 200 ведер в час. Примерно 50 тысяч литров в сутки. Так это же аквапарк можно построить. Я один из трех человек, кто смотрел здесь. Хотел сказать из трех тысяч. Из трех человек, кто смотрел здесь. И я громче всех из трех кричал, что «Тэффи наш!» Вот в этом коридоре. Финал в этом году проходил в Нижнем Новгороде. В конкурсе «Тэффи регион» приняли участие больше 40 городов. Кстати, Киров представляла только программа «Вятка Тудэй». Сейчас в планах наших коллег немного передохнуть. И уже вечером вновь порадовать отличной порцией добрых городских новостей. Юлия Косолапова, Игорь Волосков, информационный канал. Город. Выходные полные приключения. Первый городской канал приглашает провести уикенд вместе. Для телезрителей готова свежая программа и самые интересные фильмы мирового кинематографа. Для тех, кто хотел провести выходные дома, появился отличный повод включить Первый городской, особенно если кто-то пропустил, или желать заново посмотреть сериал «Искатель» с Майклом Дунканом в главной роли. «Мне нравится мистер Нокс». «Когда-нибудь думали о самоубийстве?» «В темные времена, потеряв жену и дочь, еще как думал». «Вопрос был мистеру Шерману». «Да вы что! Перед этим мне как минимум нужно замочить 10 человек». Субботник Киномарафон продолжит карты «Деньги. Два ствола». Это история о четырех друзьях, которые накопили по 25 тысяч пунктов, чтобы один из них смог сыграть в карты с опытным Шулером. Герой проигрывает и остается должен. На уплату долга есть всего неделя. В противном случае за каждый день просрочки ему будут отрубать пальцы. Как друзья будут выпутываться из этой ситуации, смотрите в субботу в 22.30. Воскресный вечер. Завершим фильмом «Просто вместе». Фильм про друзей «Любовный треугольник». Удастся ли героям с достоинством в эти ситуации? Узнайте в воскресенье в 21.30 на Первом городском. 20 космических лет с такой программой приехала к нам в город известная группа из Нижнего Новгорода «Элизиум». Коллектив исполняет песни в жанре космопанк. Вместе с командой выступила представительница еще одного нетрадиционного музыкального жанра «Барби-панк». Блондинка Ксю. Все подробности далее. О чем поет блондинка Ксю, понятно сразу – о любви. При этом девушка не ищет чьи-то истории, не придумывает тексты. Она пишет и поет о своей жизни. Музыка Ксении Сидориной, именно так по-настоящему зовут певицу, отличается от поп-направления. Ее стиль – барби или пинг-панк. Это легкая музыка, живые инструменты и тексты, которые больше похожи на любовные письма. Я вдохновляюсь в транспорте, потому что стук колес или какое-то монотонное движение, оно является таким неким подкладом под то, что у меня сверху рождается какая-то мелодия. И я иногда просто, ну я живу в поезде, и у меня прям вот все свои письма такие, как «Место жизни» я сочинила в транспорте. Ксения, сколько себя помню, всегда была блондинкой. В детстве она любила играть в куклы Барби. Популярность кукольного образа послужила прообразом блондинки Ксю. В этом году ее проект отмечает юбилей 10 лет на сцене. До этого Ксения выступала в составе «Элизиум», и сегодня она входит в золотой состав нижегородской команды. Мы ежегодно с ними празднуем дни рождения, юбилеи, там, все там подобное. Поэтому ребята зовут, и постоянно на одной сцене, скажем так. Поэтому, в общем-то, новинку какой-то не было, но так, чтобы прокатиться и несколько городов, это, конечно, это уже было, по-моему, раз 10 лет назад. Певица, которая раньше пела в команде «Элизиум», сегодня выступает у них на разогреве. 20 космических лет – это большой юбилейный тур, посвященный 20-летию группы. Из простого клубного проекта в Нижнем Новгороде «Элизиум» превратился в создателей своего стиля и движения. Они единственные выступают в таком направлении, как косморок. Это соединение панка, ска, регги, металла и других жанров. Песня «Элизиум» Ходит именно от 5 лет, пожалуйста, из и до, так сказать, я видел, пожилых даже людей. Дело в том, что публика выросла, у них уже появились свои дети, они выросли вместе с группой. То есть не из группы, а вместе с группой выросли. И они приходят уже со своими детьми. Вот это вот достаточно интересная, кстати, тенденция у группы «Элизиум», я считаю. Минимального вообще мата, по-моему, даже вообще ни одной песни нет, потому что, как бы, да, публика совершенно разная. За 20 лет в группе «Элизиум» сменилось 17 участников. Сегодня они собрали золотой состав музыкантов. Здесь гитара, барабаны, саксофон и тромбон. Чем больше инструментов, тем лучше звук. Поклонники вспоминают, «Элизиум» быстро забрался на вершину топов. У нас с Ксюшей программа длится где-то примерно, мы посчитали, 3-15. Если с этим Ксюшиным, да, это очень достаточно, людям никакого беса не устают. Они уже устают, мы их просто так вот, так сказать, зафигаривали. Да, все боевики от Ксюши, с Ксюшей вместе в составе «Элизиума». Без Ксюши, как бы, ребята поют старые песни, там, полюбившийся, там, Егор поет, там, брутальные панк-рок-песни. Новая концертная программа довольно необычная. Это музыкальные переплетения. Сначала выступает солистка группы «Блондинка Ксю», а после чего эстафетная палочка получают виновники торжества группы «Элизиум». Ну а в конце концерта будет необычное. Все зрители услышат те песни, которые были популярны 10, а то и 15 лет назад. Гастрольный тур «Элизиума» и «Блондинки Ксю» расписан до конца этого года. Впереди еще и десяток городов. Свою космическую партию они повторят весной уже 2016 года. Юлия Косолапова, Иван Дёвров, информационный канал «Город». В завершении выпуска прогноз погоды на выходные с ним воспознакомит Алина Мозгова. Если 28 ноября дует сильный ветер, то такая неспокойная и ветреная погода продлится до 16 декабря. А если на улицах много снега и большие сугробы, то следующий год будет обязательно урожайным. Так гласят народные приметы. А я вам расскажу о погоде на завтра. 28 ноября в Кирове ожидается пасмурная погода. Температура воздуха днем 0 градусов, ночью минус 5. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба. Удачной вам субботы! Такой была эта пятница, 27 ноября. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 54 18 19. С вами был Артем Панекаровских. До скорой встречи!